Всем привет, с вами Вета, и я продолжаю играть в The Sims 4 Let's Play в университете, и это вновь наша с вами семейка Холтон. Да, давненько их не было, меня часто спрашивали, а будет ли продолжение, когда будет продолжение. И, в общем-то, очевидно, да, что данный летсплей я забрасывать не собираюсь, просто мне нужно было сделать как-то перерыв от этого, как-то я подустала от университета, уж не знаю почему, но, тем не менее, я снова к ним вернулась, и я посмотрела на наше расписание, и поняла, что Мигеле у нас осталось только, получается, провести презентацию, ну, сходи, сходи, ты в туалет, дорогая, что ж ты не идёшь? Мигеле осталось провести презентацию, и всем нашим ребятам осталось сдать наши выпускные экзамены, и поэтому мы, в принципе, можем развлекаться, развлекаться сколько нашей душеньки угодно, и я хотела сегодня вообще запланировать праздник, я хотела сегодня сделать праздник по типу какого-нибудь Дня Студента, но поскольку у нас сегодня День Шалости, который я, кстати, отменила непонятно зачем, нас не дают провести в этот день праздник, и это крайне печальненько, вот. Ну, и я, в общем-то, решила устроить вечеринку, устроить вечеринку в ночном клубе, и позвать на неё всех наших студентов, с которыми мы так или иначе общались, позвала, в общем-то, я их по максимуму, и вечеринку я сделала на час дня, я понимаю, что, скорее всего, это рановато, но, тем не менее, я просто как-то не особо хочу играть вообще вне университетских каких-нибудь... А, ты вообще, посмотрите, какая умница, сделала все домашки, просто офигеть, Миран, давай, я не знаю, по этому поводу, давай, не знаю, даже поиграй в какую-нибудь видеоигру, почему бы нет, в общем-то, нам осталось подождать немножко до часу дня, я, наверное, эти моменты просто пропущу, просто потому что сейчас неинтересно нам с вами что-либо делать, наши ребята только делают домашку или просто развлекаются, вот, как видим, наши соседи по общаге у нас вовсю корпят над домашними, а Мирана у нас вообще сделала все три предмета, и это просто замечательно. Миран, ты, наверное, иди покушай, и я тогда вернусь к вам уже тогда, когда наши ребята будут готовы пойти на вечеринку. Итак, наша вечеринка начинается, мы вместе с нашими ребятами прибыли в клуб Пан Европа, тут, как видим, уже диджей нас ждет и включает музыку, и, пожалуйста, дайте сходить в туалет нашему Мигелю, Мигель, сходи, пожалуйста, в туалет, будь хорошим мальчиком. Слушайте, а тут еще один танцпол, вы только посмотрите. Вот, реально, никогда особо не бывало в таких местах, поэтому не знаю, что тут да как. Давайте, наверное, Мирана у нас пойдет потанцует, что ли. Так, давай, пожалуйста, не будешь болтать с Мигелем. Давайте, идите танцевать. Все, все пришли танцевать. Кто у нас диджей? Диджей у нас Эуалиас Леймер, не знаю, такую женщину. О, Эльфаба пришла у нас, не знаю, что она здесь забыла. Пришла наша Бека, на которую положил глаз наш Мигель, и Мирана у нас сходу получает танцевальный навык. Вот, и посмотрите, просто какое большое скопление симов. Пришел наш сосед. Я вообще надеюсь, что кого-нибудь из студентов мы тут еще повстречаем. Так, ты у нас кто такой? Ты у нас кто такой? Скажи, кто ты у нас такой? Сатан Дин. Слушайте, давайте попробуем с ним, что ли, познакомиться. Давайте поделиться страхами о вампирах. Давайте поговорим о чем-нибудь, познакомимся с кем-нибудь. Тут у нас вон народу, как видите, дофига. Тут наш есть товарищ из Сулани, с которым мы вроде как соседи. И Мигель у нас тоже получает танцевальный навык. Просто посмотрите. А где, кстати, музыка, мне интересно. Мне интересно, где музыка. Мигель, посмотрите, такой танцует один, танцует такой вдалеке от всех. Ну, танцует, танцует. Кстати, это у вас кто такая? Похожа чем-то на Мирану, это Лилит Новосельский. Ну да ладно. Давайте поприветствуем нашу Бекку, Бекка Кларк. И, как видим, у нас с ней довольно хорошие отношения. Так, нет, это не будем. Давайте поговорим про дождь. А, кстати, вот сейчас музыка у нас еле-еле слышна. Кстати, неплохие такие скриншоты получаются на фоне вот этой танцевальной всей фигни. Давайте, наверное, будем устраивать танцевальную биту. Вот пришла у нас Кенди Бэр. Расскажем забавную историю. Кстати, можно будет, наверное, попробовать в Бридчестере тоже поставить какой-нибудь участок общественный по типу клуба или что-нибудь еще. Давай поговори с ней про домашнее, вырезай восхищение, подними настроение. Да, правильно. Обсуди свои труселя в сердечко, которые у тебя висят где-то в общаге. Смотрите, в принципе, неплохо так они... Ой, господи, кто-то кого-то там шокером немножко. Так, а Мирана... Мирана у нас, в принципе, общается вот с этим молодым человеком. Но, если честно, я бы, наверное... Я помню, был там какой-то симпатичный парень. Вот не он ли случайно, Ланардо. По-моему, мы Ланардо приглашали. Но что-то я его как-то не особо вижу здесь. Ладно, давайте с кем-нибудь пообщаемся. Давайте сделаем групповой танец. Раз шажок, два шажок. Давайте попробуем. Я очень хочу посмотреть, как это будет выглядеть. А, скажи, Кенди пошла отсюда нафиг. Сейчас будем тут своей группой зажигать. Давайте, давайте. Давай. Не надо ни с кем разговаривать. Давайте покажем всем групповой танец. Давай, давай, Мирана, давай. Слушайте, ну, смотрите. Студенты, в принципе, очень даже рады. Вон тут... А, это их так мало. А, смотрите, Бека. Бека присоединилась. Что-то как-то они не в такт совершенно танцуют. Вау, вау, вау. Господи, вот как я это обожаю. Просто посмотрите. Правда, нифига не слышно музыки. Ну, я вот просто обожаю такие групповые движения. Вау, вау. Просто вау. Мигель такой смотрит, типа, она не моя сестра. Мы с ней вообще не знакомы. Я не знаю эту девушку. Да, да, да. Именно так. Тут у нас какие-то... Симы, с которыми мы в каких-то не очень хороших отношениях. А давайте с сестрой устроим танцевальную битву. Давайте устроим танцевальную битву. Почему? Нет, не с Лейлит, пожалуйста. Давай, танцевальная битва еще раз. Танцевальная битва с Мираной Холтом. Давайте попробуем устроить. И посмотрим, что вообще из этого получится. События дань творчеству. Безобразники Бридчестера дают дань творчеству с событием на площадке... На площадке университета. Я почему-то почитала на площади. Кстати, в принципе, можно будет пойти и к безобразникам Бридчестера. Кстати, а где это смотрится? Это смотрится у нас вот здесь вот. Значит, проходит в 15.00 и до 21.00. Но, в принципе, мы к событию можем присоединиться. Это у нас получается университетский дворик. Но, в общем-то, в принципе, почему бы нет? Сколько у нас осталось до вечеринки? Осталось совсем чуть-чуть. Сейчас давайте быстренько проведем танцевальную битву. И попробуем отправиться на события. Как видим, тут у нас наши ребята делают тыц-тыц. Да, в общем-то, если бы я знала про это событие, я бы, наверное, сразу пошла бы на него. О! О, музончик появился! Во! Вот это нормальный диджей. Хотя, по-моему, это тот же самый диджей. Просто он решил вдруг включить музыку. Она точнее. Во! Вот это мне нравится просто. На Мигель такой. Такой стоит. Слушайте, смотрите, как она классно двигается. Вы просто посмотрите. Вау, вау. Та еще штучка. А Лилит такая пришла, смотрит. Че ты ходишь с моей прической, стерва? Тут только я имею право носить такую прическу, да. Посмотрите. Ой, в глаз все попало. Ну, ничего, бывает. Не страшно. Так, а Мигель у нас возьмет, наверное, с собой Беку. Давай, предложи какую-нибудь авантюру. Мирана уже получила второй уровень танцевального навыка. Это просто супер. В принципе, наверное, нам с вами имеет смысл дождаться конца вечеринки. И потом, наверное, выдвинуться уже на наше событие. К безобразной Камбридчестера. Давайте попробуем ее обнять. У меня почему-то только в правом наушнике играет музыка. В левом почему-то не играет. А учитывая мою привычку сидеть с одним наушником, в принципе, понятно, почему у меня типа не было музыки. У него, кстати, желание какое-то исполнилось. Начать собрание клуба. А давайте, кстати, начнем. Наверное, посплетничаем. Блин, он спать хочет. Капец. Ну, хорошо, давайте начнем с собрания. Так, хвастаться мускулами. Давайте похвастаемся. Давайте, кстати, попробуем поисполнять ему желание. Танцевать под музыку. Давайте выберем действие танцевать. И давайте похвастаемся мускулами, наверное. Ты у нас в дружелюбных действиях. Только что-то пока не вижу я этого действия. Ты-ты-ты-ты-ты-ты. Вот, хвастаться мускулами. Как он здорово танцует. Вот что-то как-то нифига не исполняется желание. А, нажмите на будку для диджея. Понятно. Хорошо, давай танцевать. Но он, конечно, нифига у нас не заработал этих баллов счастья, да? Так, где баллы счастья смотрятся? Я забыла. 150 баллов счастья. Отстой. А у Мирана? У Мирана, кстати, 400. У Мирана, в принципе, может хватить на зелье для Мигеля. Обнять кого-нибудь она хочет. Ну, обними братика, что ли, своего. Давай. Обнять с любовью. Надеюсь, это исполнится. Прилив энергии. Кстати, можно же им сделать этот моральный дух? Я же забыла совсем. Давайте так и поступим. Давайте начать собрание. Так, и теперь давай сделаем моральный дух ему. Клубы. Собрание клуба. Моральный дух. Давай. Давай, Миранка. Я не понимаю, они просто общаются или как? Очень странно. А, ну, походу, походу, моральный дух все-таки сработал. Видите, у него уже получше стало бодриться. Давайте еще раз попробуем сделать. И, кстати, у нас сейчас как раз закончится вечериночка. Все, давай, моральный дух. О, Мортимер пришел. Господи, Мортимер. Ну, какая нафиг вечеринка тебе? Там, походу, дождь вовсю льет, как из ведра. Что-то тут слишком уже шумно становится. Спасибо, что пригласили. Отлично. Давай. Моральный дух. Все, ушли все наши приглашенные. Свалили в закат. Отлично. Все, у него еще больше повысилась бодрость. И, я думаю, пора нам отправиться с вами на собрание вот этих безобразников Бридчестера. Так, ну что, пришли мы с вами на мероприятие. У нас, кстати, в студенческом этом собрались всякие там зеленые ребята во главе с драконом Бридчестера. И что-то пока что тут какой-то вообще тухляк абсолютный. И что у нас тут написано? Безобразники Бридчестера. Так, веселитесь, расписывайте граффити и скандируйте речевки и дайте пять дракону. Ага. А, ну так вот, в общем-то, вот оно наше место. Я, в общем-то, про это и говорила. Продолжить создавать художественную роспись. Ну, давайте порасписываем, что ли. Так, давайте Мирана пойдет сюда, Мигель пойдет туда. Господи. Только вампиров нам еще тут не хватало ехать на велосипеде. Создать художественную роспись. Получен навык рисования. Посмотрите, Мигель у нас уже вовсю присоединился. И, как видим, он тут у нас распшикивает какую-то фигню на земле. И дракон сзади танцует. Просто вообще отличное действие. И Мирана проехала на велосипеде. Нормально просто. Что у нас происходит? Ну, отлично. В лицо еще себе пшикнул. Ну, просто, просто слов нет у меня, ребятки. И пшикает он, походу, просто рукой голой. Интересно, интересно. Да, Мирана у нас пошла с этой стороны принимать участие. Давай, наверное, может, с Ланардом пообщаемся. Не хочу я к нему приходить в гости. Смотрите, смотрите, что-то у них тут появляются уже какие-то линии, какие-то символы. Посмотрите. Интересно, интересно. А Бека, Бека ушла. А, нет, Бека не ушла. И этот тоже пришел сюда. Так, давай, Мигель, наверное, ты сюда сядешь и будешь делать домашнее задание по рыбной ловле на катушку. Просто потому что ты уже сделал все, кроме двух предметов. И это просто замечательно. Миран, ну, давай как-то поаккуратнее, что ли. Это у нас кто-то, Джулия Райт. Давай, Миранка, давай. Вон, смотри, как девушка делает и повторяй за ней. Ой, смотрите, смотрите. Интересно, что они такое рисуют. Но, походу, они вам это не скажут. Смотрите-ка, у этих уже прям картинка такая неплохая вырисовывается. Вон, тут какой-то мост, какие-то деревья, домики. Это, походу, может, вид на какой-то город симский. Ну, или, может, просто какой-то вид. Это вообще какая-то абстракция, походу. Вот это, кстати, уже напоминает Пламбоб по очертаниям. Но это не точно. У нас опять симы вошли один в другого. И, Мигель, тут, походу, кто-то уже с твоей дамой потихонечку заигрывает. Так что давай-ка ты перемещайся, пока они тут еще не очень хорошо общаются, пока он тебя ее не увел нафиг. И вообще-то, Васима, наверное, присматриваю потихонечку для Мираны. Хотя, конечно, о таком, наверное, думать еще рано, но тем не менее. Все, отлично, Мигель открыл домашку. Давай пока общайся со своей Беккой параллельно. Обсудить технику фитнеса, давай обсудим. Ну нет, ну нет. Не прекращай делать ДЗ, просто... Просто общайся. Просто общайся с девушкой и получай удовольствие от этого общения. Смотрите, сколько тут у нас рыжиков. Мигель рыжий. Вот этот вот парень рыжий. Мирана рыжая. Еще там где-то наверняка Новосельских ходит рыжий. Слушайте, да. Анжела Новосельских у нас тоже рыженькая. И вот этот вот чувак тоже наш сосед странный. Который очень странно одевается. Ой, простите, пожалуйста. Бека у нас активная. Узнал Мигель. Собрание у нас еще идет? Нет, собрание у нас не идет. Ну, в общем-то, я не особо расстроилась. А что за... Ай, блин, закончилось событие. Ну, что же за отстойщее-то такое. Вы просто посмотрите. Так, это у нас чье? Это Мигель? Мигель и домашка? Или это не Мигель и домашка? Уж что, да. Это его... Какая-то из этих домашек его. Положи, пожалуйста, в багаж, Мигель. Это твоя домашка? Что ты тут разбрасываешься домашками на каждом шагу? Ответь меня, пожалуйста. В общем-то, чем мы можем попробовать заняться сейчас? Я даже не знаю. Разрисовать статую. Я даже не знаю. Делать нам это, не делать. Дракон Бридчестера. Вот этот, кстати, идет. У Капони По. Я помню, что он был в костюме дракона. Но посмотрите, кстати. Опять у нас что-то не так. Опять у нас общаются наши ребята между собой. А эти общаются между собой. Давайте как-то общаться. Выуживать комплименты. А, она же у нас эгоцентричная. Я забыла совсем. Я же вообще не в курсе, какие у них там черты характера, все дела. Сейчас посмотрим, понравится ему это или нет. Мне кажется, ему это явно не понравится. Но, как видим, у нас образовалась такая вот отличная компания. Да, Миран у нас эгоцентрик. Она обожает получать подарки и внимание. Такие действия, как сплетничать. Так, настраивают иначе счастливый лад. Понятно. Теперь я знаю, наши Миранки чуть больше. Супер просто. Давай пожалуемся ему на уроки. Давай посплетничаем. Сплетни должны приносить ей радость. Ой, ой-ой-ой-ой. Так, никто ничего не видел. Нет, редактовать я с ним пока что не буду. Как-то пока перебьется без этого. А вот, кстати, у Мигеля с Беккой, в принципе, уже, я думаю, может что-нибудь зародиться. Но это не точно. Она у нас уже подруга, соседка. И мы знаем уже две ее черты характера. Ну, давайте попробуем узнать третью. Почему бы нет? Узнать, как прошел день. На, как-то, когда, пока у нас не идет учебный процесс, как-то не особо у нас клеются дела в нашем летсплее. Но, тем не менее. Что-то нет у нас действия узнать лучше. Ну, давайте попробуем душевный разговор. Смотрите, а сосед, а сосед, а сосед наблюдает. И посмотрите, сосед наблюдает, сосед все видит. На, сосед он такой. А соседи такие соседи, как говорится. Вступить в спортивную команду, снять плакаты. Нет, 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 не хочу общежития. Когда-нибудь, наверное, мы с вами сходим и в другие общежития. Просто посмотреть, как живут там другие симы. В общем-то, смотрите, теперь их компания как-то вдруг резко замолчала. Что-то как-то... Какие-то неловкие моменты. Давайте еще посплетничаем, поговорим. Обсудим последнюю игру. Что мы еще... Давайте узнаем лучше. Давайте попробуем предложить ему посмотреть на звезды. Почему бы нет? Еще узнаем получше. Блин, там было действие предложить посмотреть на звезды. Я что-то как-то так... Воодушевилась этим действием. Но что-то как-то... Вот, предложить посмотреть на звезды. Ланарт у нас творец. Так, а Бека... Ну, Ланарт у нас сим, получается, сгенерированной игрой. А Бека у нас максисовская симка. Так что... Ой, призрак пришел. Боже ж ты мой. Кто ты такой? Грис Маршер. Откуда вообще у нас тут взялся призрак? Если... Ну, не мог, типа, никто тут умереть. Если, конечно, он не заселился в город. Интересно, интересно, конечно. Да, ребятки вот прям на холодном камне выбрали место полежать. Но, как видим, им тут хорошо. Они очень даже кайфуют. Ну, кто знает. Может, у них даже что-то и получится. Просто потому что пока что мне больше особо никто не нравится. Так, это что такое? Мигель Холтон определяет новый тип рыбы. От Бекки Кларк он об этом узнал. Отлично. Просто, Мигель, я тебя поздравляю просто. Я тебя поздравляю, дорогой мой. Ну, и давайте похулиганим попробуем. Почему бы нет? Все, Бека, видите, Бека уже пошла домой спать. Так что как-то уже тоненько намекнула Мигелю на то, что пора бы уже и честь знать. Ну, что, все, ты разрисовал? Самое главное, чтобы тебя за этим не поймали. Интересно, может ли вообще такое быть? Отлично, Мигель. Просто молодец. Постарался на славу. Умничка. Так, ну что, Мигель, наверное, ты у нас... Ты сделал домашку? Скажи, пожалуйста. Давайте посмотрим. Давай ты сделаешь пока у нас рыбную ловленную катушку. А, видим, он пинает мячик. Просто потому что он у нас спортсмен, и ему не хватает физических... Всяческих упражнений. А давайте отправим счастливое сообщение Бекке. Раз уж он этого хочет, отправим счастливое сообщение. Она, конечно же, нас куда-нибудь позовет гулять. Но мы, наверное, уже пойдем потихонечку домой. Уже целый час ночи. И будем на этом, наверное, заканчивать серию. Пришла у нас сестричка тут. Она общалась со своим дружком. И, походу, кто-то из них уже воняет. Кто воняет? Мирана воняет. Ну, ладно, Мирана, иди пока домой, что ли. Так, у тебя исполнилось желание? У него исполнилось желание. Какой молодец. Мигель, ты, кстати, где велик оставил? Я не знаю, где он оставил велик. Но Мирана не хочет с ним пинать футбольный мяч. И просто она поехала домой. Да. Так, наши симы уже прибыли домой. Мирана уже что-то делает за компом. Кстати, когда она успела поднять гигиену? Непонятно мне это. Но когда-то она это успела сделать. Мигель у нас пошел кушать. А я на этом заканчиваю нашу серию. Спасибо всем большое за просмотр. Если вам понравилась серия, то можете оценить видео, поставить лайк, подписаться на канал, оставляйте комментарии под видео и подписывайтесь на мою группу в ВК обязательно. Увидимся с вами в следующей серии. И всем счастливо. И всем пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok